Сенаторы одобрили закон об устойчивом рунете. Совет Федерации на пленарном заседании 22 апреля одобрил поправки в законы о связи и о защите информации, предусматривающие создание независимой инфраструктуры для бесперебойного функционирования интернета в России. Подключение к национальной системе доменных имен не означает запрета на использование. Фото. После вступления этого документа в силу будет создана дублирующая инфраструктура, необходимая для бесперебойной работы сети. Зарубежные серверы продолжат свою работу, но в случае сбоя будет задействовано запасное оборудование. Перечень угроз, при которых будет использоваться эта инфраструктура, определит правительство. Отвечать за координацию обеспечения устойчивого интернета будет Райскомнадзор. В случае возникновения угроз ведомство может осуществлять централизованное управление сетью в связи общего пользования. В качестве одной из мер защиты предлагается подключение операторов связи к национальной системе доменных имен – ДНС. Это позволит гарантировать доступ к российским сайтам в случае внешней блокировки интернета в России. Как пояснил один из авторов документа, глава Комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клешас, это не означает запрета на использование зарубежных доменных имен, обе системы будут функционировать параллельно. Минус. Акимов рассказал Путину о создании сети 5G. Также создается центр мониторинга, который получит возможность в случае нештатных ситуаций координировать взаимодействие операторов связи. Сегодня они это вынуждены делать самостоятельно. При этом управление сетями связи будет оставаться полностью в руках операторов связи. Закон об устойчивом Рунити позволит систематизировать материально-техническую базу интернета в России и повысить эффективность инвестиций в новые технологии. На подключении различных объектов к интернет-платформам в программе «Цифровая экономика» заложено более 130 миллиардов рублей. Идти на такие траты, не обезопасив себя, безответственно, заявил Клешас. Говоря о важности своей инициативы, он указал на колоссальный ущерб, который может причинить внешняя блокировка доступа к корневым серверам, расположенным за рубежом. Один день без интернета может привести к 20 миллиардам рублей убытков, заявил Андрей Клешас. Минус. Телтю и Эрикса цифровизируют марифермы. Часть положений закона вступит в силу позже. Это изменения, относящиеся к использованию национальной системы доменных имен, а также осуществление взаимодействия государственных органов в области криптографической защиты информации. Они будут применяться с 1 января 2021 года. Андрей Клешас особо подчеркнул, что принятие этого закона никак не ограничивает свободу интернета и свободу слова в России, а лишь создает защиту для исправного функционирования сети в случае внешних угроз. В обществе сохраняется озабоченность, что этот закон может в какой-то мере ограничить свободу граждан в интернете, отметила спикер Софида Валентина Матвиенко. Председатель Верхней Палаты считает, что принять такой закон надо было давно. «Мы как власть обязаны обезопасить российскую часть интернета, потому что последствия вмешательства или отключения могут нанести колоссальный, иногда непоправимый ущерб нашей экономике», – подчеркнула она. Тем временем, сенаторы в понедельник одобрили закон об ипотечных каникулах для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Сократить или приостановить выплаты на полгода, не более, смогут те, чьи договоры удовлетворяют трем условиям, положения ипотечного договора не изменялись по инициативе заемщика, предметом ипотеки является единственное жилье, заемщик находится в трудной жизненной ситуации. В документе прописаны и критерии трудной жизненной ситуации. Это потери работы с регистрацией на бирже труда, инвалидность I или II группы, временная нетрудоспособность на срок от двух месяцев, снижение доходов на 30%, доля выплат по ипотеке более 50% от среднемесячного дохода заемщика. Претендовать на каникулы также можно в случае расширения состава семьи за счет иждивенцев, если в итоге совокупный доход заемщика снизился на 20%, а выплаты по ипотеке превысили 40% от среднемесячного дохода. Максимальный размер кредита, по которому могут быть предоставлены каникулы, определит правительство. После подписания президентом закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. Его положения распространяются как на новые, так и на действующие договоры ипотечного кредитования. Власть, работа, власть и внутренняя политика, законодательная власть, Совет Федерации, правительство Минкомсвизи, Роскомнадзор, законодательство об интернете.